Доброе утро! Начинаем новый влог. Сегодня с самого завтрака начинаем. У меня каша овсяная на молоке. Добавлю арахисовую пасту и нарежу банан в кашу. И кофе, конечно же, Бобан скотовил. Да, Бобан? Доброе утро! Доброе утро! Порезала банан вот таким вот приспособлением. Вы у меня его видели на канале. Ссылочку на обзор я вам оставлю. Прочитала одну умную вещь, что кашу овсяную до 10 утра нельзя кушать на завтрак. Потому что она падает в желудок камнем и не переваривается. Ну, такие вот умные мысли. Разболелась голова. Сейчас вот выпью таблетки Трео. Их нужно под две капусулы. Развести в воде. И всё, надеюсь, пройдёт. Вот погода меняется. Сегодня у нас плюс 15. Солнце. Вообще красота. Мешает только небольшой вечер. Вот здесь вот я вам как-то вперёд показывала на моих видео сосед. У него тут джунгли были. А этим летом он, видите, всё убрал. Начал строиться и опять привёз щебень. Вот он у него всю зиму пролежал, всю осень. И главное, на нашей стороне не убирается. Всё равно начал и тут же забросил. Ну, как-то всё не до конца сделано у него. Но вот, видите, вот так вот всё поубирал. Тут вообще было ужас. Джунгли. Вот Бобан сказал, поехали прокатимся. Решили съездить в монастырь. Бобан там не был, я там не была. И сейчас мы проезжаем. Самая большая деревня в Сербии, да, Бобан, ты говоришь? Да, по количеству людей, живущих в этом селе. Называется село Азания. Это около 20 тысяч, мне кажется. Около 20 тысяч? Да. Вот в этой деревне живёт столько людей. Видите, солнце светит. Вот как мы проезжаем, мы видим улицы чистые. Чистые, да, дома все такие ухоженные там, где вот люди живут. Да, да. Красиво. Спрашивали сейчас дорогу до монастыря. Сказали, дорога есть, асфальтировано. Все сделано. Она там не ловила, а она у нас здесь, но лево встали космой. Не, она не ловила там, выше не мог с ориентишить. Ага. Но красоту вообще не передать. Конечно, красиво это когда летом, осенью, весной, да, когда всё зелёно. Ой, красота вообще. Мне очень нравится. Весной, летом вообще красками всё играет. Поехали в монастырь, как всегда, не взяли бутылочку под воду, чтобы набрать. Боба заехал в магазин, купил большую, говорит, маленьких не было, попросил такой. И купил мне вот такую шоколадку, говорит, похоже на сникерс. Да, Боба? Турецкий сникер. Турецкий? Понятно. Ну вот тут на пути нам встречаются старые домишки, вообще красивые такие. Ну вот подъезжаем в Пиносава. Монастырь святого архангела Гавриила, 15 века. А что такое Пиносава, что это? Название монастыря, но я знаю, что такое. Место может быть, где он находится? Нет, монастырь. Или место, я сам не знаю. Вот так вот. Ну здесь цивильно, видишь, паркинг. И сейчас нам надо вот по дорожке туда добраться. Добрались мы до ворот. Заходим на территорию. Бобан впереди шагает. А вот здесь Бобан тоже машины стоят. Видишь, можно было, наверное, сюда заехать. Ну ничего, ничего страшного. Вот старое захоронение. Вот, наверное, находит шесть. 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 Девять. Сами берете, кладете в коробочку. Бобан отсчитала денежку за свечи. А там и составили, да? Да, я говорю, он в ящик стоит. Да, да. Вот они, Броянец, и детям, и мужчинам, и женщинам. Ну, Броянецу нужно, чтобы купил кто-то из знакомых или из родственников. Ой, какой лепо. Какой лепо. Воды мы так и не набрали, потому что тут все закрыто. Или была литургия. Не успели. Только зря бутылку опустошили, вылили воду. Сидим сейчас, отдыхаем. Благодать в любом монастыре. Благодать, да, Боянец? Да. Хорошо. Нужно приехать сюда еще летом. Посмотреть, когда здесь зелень. А ну, недалеко от нас. А вот я вам покажу сейчас цыганские дома. Они их называют сербские цыгане, они православные веры. Все работают за границей. Вот такие вот, видите, дома понастроили. Так как будто, знаете, как тонхаусы. И вот с этой стороны, если посмотреть, можно увидеть фундаментальность. Ну, вы знаете, что цыгане любят размах, роскошь, яркий цвет. И все вот это вот присутствует в их домах. А сейчас никого нет в этих домах. Да, сейчас их не Бобангар никого нет. Потому что они сейчас все за границей, зарабатывают деньги. Как они зарабатывают? Это их работа. Все по-разному. Но в основном то, о чем вы подумали. Конечно, а как? Вы можете работать? Вот такие вот цыганские дома. Заехали мы в ресторанчик. Быстрые еды. Заказали себе. Потому что целый день были в разъездах. И не успели дома приготовить. Это у нас картошка, помфрид. Картофель фри. И две плесковицы. Бобангар себе взял обычную, да, Бобангар? Да, она 250 граммов. 250 граммов, да. Я взяла фаршированную курицу. Вот так выглядит моя курица. Здесь у меня еще добавили они острый. Острый сыр, как он называется. Урнабес. Лук и капуста, а у Бобана что? Это тоже урнабес. И лук. И лук. Я взяла себе еще соус такой к картофелю. Будем запивать пепси колой без сахара, а у Бобана пиво. Да. Приятного аппетита. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok